всем привет и мы сегодня с вами в астурийском городке нава и именно здесь и пройдет сегодня наша экскурсия пойдемте здание администрации сейчас с ребятами сюда ходил сделали сразу два дела невиданное для испании ребята приобрели здесь квартиру в наве поменяли мы собственника на воду но еще сделали некоторые важные дела поэтому поэтому чем плюс таких небольших населенных пунктов навы это районный центр тем не менее то есть своей администрации все здесь свое и соответственно все быстренько хорошо делают все помогают в общем все имеют добро соседские отношения это вот площадь краткий обзор на вы уже был представлен на канале можете посмотреть есть также окрестности навы вот такая вот детская площадочка рядом с администрацией более двух тысяч человек проживает непосредственно в наве это музей сидра который я намереваюсь сегодня и посетить но я не знаю посмотрим он будет либо отдельным роликом либо войдет в этот то есть если вы там вы не увидите музей сидра значит он будет в ролике отдельном музей сидра навы является столицей сидра наряду с вея висе осой но вея висе оса столица яблок она вас столица сидра вот так вот и поделили райончики в принципе соседние поэтому тоже специализация во многом общая ну и вон эсконсиадор это человек который таким вот образом наливает сидр ну и пойдемте более плотненько погуляем мы еще с вами не были в церкви в наве соборе вот сейчас вместе и посмотрим такой вот собор достаточно большой для принципе это небольшого населенного пункта но тем не менее вот установлена сцена здесь много разных мероприятий сейчас проходит все лето потом осень будет праздник урожая в общем в общем это самое в общем цену установили сразу и до видимо ну да из наверно середины осени где-то так нет здесь домики такого старого центра ведь классические типичные вернее стурийские домики красиво разукрашены в разные цвета кому какой больше нравится кому этот синий а кому этот зеленый это сидрерия тут всегда вечером народу достаточно много но сейчас еще рано вот пока еще и и учитывая что сейчас неделя рабочая то есть поэтому с утра еще сидр так сильно не пьют но насколько насколько тут бываем тут они его еще и знатно разливают наполняя бокалы или сидровые стаканы на вытянутой руке ну и вот такой стакан сидровый виде буквы в названием нава вот они домики с турийской типичной архитектурой балкончики деревянные вот смотрите одна из бадык по производству сидра этот сидр я увидел в сети магазинов али мерка сапатеро вот смотрите пес ну так вот нравится ему посмотреть но мы идем далее здесь вот зона начинается с таким вот можно сказать многоэтажным среднеэтажным скорее строительством ну и также и небольшие домики идем далее вот школа для инфантилов до шести лет инфантил и вот такие вот улочки он али мерка еще одна кафешка и вот домик такой смотрите с цветочками за окном вот получается эта школа прямая идет а вот такие для самых маленьких от нуля до трех лет можно сказать прямо таки если садик ну а вон поликлиника еще государственное здание это я а центр культуры да да вот видите есть районный центр соответственно всем представлено вот ну как и я уже не раз говорил если это районный центр то все в принципе для жизни необходимое будет до въеда каждый примерно 40 минут ходит электричка которая так же едет 40 минут так же и автобусы вот как в сторону а въеда так допустим и в сторону ну и противоположную от а въеда сторону ну если мы говорим о крупных городах чтобы надо попасть было то скорее скорее всего и проще всего но это будет безусловно добраться до а въеда такая вот застройка что мне нравится в нави тоже так это вот то что спокойно отличный контингент ну и в общем то все все всегда хорошо рядом природа горы и жизнь потихонечку спокойно идет все есть что необходимо спокойно в наше неспокойное время еще одну площадку дети оккупировали ну а там пенсионеры отдыхают ну вот пожалуйста такой вот у кого-то огородик садик цветочки здесь же рядом участки природа горы реки неподалеку рибодосея электричка туда ходит ну сравнительно недалеко не знаю сколько там может километров тридцать-сорок ну это примерно я вам так говорю но электричка ходит такие вот улочки навы ну вот чей-то домик хороший домик следует сказать еще о том что навы повсюду окружают зеленые зоны то есть это вот именно та в полной мере зеленая испания горы есть у меня окрестности навы посмотрите ролик там один из немногих походов небольших таких моих заходов навы есть также различные ручьи и реки есть пешие тропы в том числе по горам вдоль рек то есть очень много вот именно такого отдыха связанного с пешим туризмом ну и в целом зона такая полностью зеленая экологичная в целом всегда здесь занимались сельским хозяйством то есть не было какого-то промышленного бума но соответственно не было каких-то и промышленных строений или допустим того же промышленного упадка какого-нибудь то есть все всегда в одной паре вот примерно так так и так нава жила и живет сейчас и я думаю так и будет жить просто спокойно аккуратно ну опять же соответственно что здесь фактически в большей степени сельское хозяйство производство сидра частично туризм и все остальное то есть здесь люди ну вообще в целом по нави нет каких-то там допустим социальных вот смотрите велосипедисты да здесь такого дела тоже много здесь получается нет каких-то таких знаете социальных районов вот куда бы там селяли откуда бы то ни было допустим ну так скажем разных людей в том числе которые станут может быть весьма шумными или не очень такими хорошо ведущими себя соседями здесь в этом плане наоборот все все хорошо то есть все по крайней мере ну я не знаю есть может быть какие-то отдельные исключения но в целом в целом кто здесь проживает в общем и очень хвалит в этом плане в плане добрососедских отношений в плане местных жителей ну и в целом в плане того то есть все достаточно ровно нет каких-то там знаете чтобы заселяли то есть там или там ну вот как бывает я думаю вы видели эти неблагополучные районы здесь такого нет туда идет дорога и дома еще идут в направлении ЖД вокзала ЖД остановки НАВА а сюда в сторону центра откуда мы пришли вот это основная такая дорога магистраль рядышком неподалеку это есть съезд с автодороги автострады Кантабрико но в сторону уходит то есть никакого шума нет она поодаль поодаль находится то есть несколько километров в сторону НАВА сворачивается ну и соответственно здесь я же говорю в принципе все для жизни необходимое присутствует вот смотрите кошка играла с детьми вот сейчас решила вот такие вот добрые в НАВИ в НАВИ коты ну а там вон пёсик ходит ушёл дальше ну а почему бы и нет вот коту здесь так же я думаю неплохо как и людям а вон смотрите дальше дальше горы идут здесь я думаю нас ждут ещё пешие прогулки я наметил ряд интересных маршрутов которые мы безусловно пройдём вот супермаркет Дия находится неподалёку сегодня видите пасмурно вон самые высокие горы в облаках ну как пасмурно с утра солнце выглянуло потом сейчас нет а вон идут новые домики то есть я вам естественно не буду ходить снимать каждую каждую улицу вот лучше вот сами приедете либо либо ролик будет не знаю там какой длины поэтому но тем не менее вон тут достаточно ну нормальное количество новых домов представлено но в целом по ценам конечно можно смотреть на идеалисте но иногда встречаются хорошие варианты вот допустим как ребята взяли мне кажется просто просто отлично получилось по цене качеству ну вот смотрите интересно продаётся целый дом но я не звонил пока ну может к тому времени как ролик выйдет я уже прозвоню и узнаю цену этого дома если кому будет интересно пишите пишите ну и почта есть в описании вот мы вокруг так обошли вышли снова к центру ну и пойдем музей сидра но в ту сторону тоже вон пошла многоэтажная застройка можете посмотреть такие мало среднеэтажные застройки в принципе все в одной паре построено как ну как и в большинстве по большому счету городов то есть нет такого что город-город раз там не знаю там 9 этажей где вокруг 1-2-5 этажей максимум вот раз 10 бы пендюрили нет такого нет все ровно вышли мы из музея сидра вот к слову сказать вот смотрите вот уже вышло солнце да вот немного о погоде в Астурии то есть вот уже солнечно музей сидра тогда я думаю издам отдельным роликом чтобы они не путались ну и сразу вот такой вот вид сидра пробовали поэтому поэтому стало сразу веселей идем далее ну и вот мы уже вышли сюда снова в центр ну и сейчас пойдем с ребятами где-нибудь и посидим снова НАВА приняла нас тепло и радушно на солнце сейчас весьма жарко поэтому ну самое время столицы сидра немного сидра и опробовать ну что ж на сегодняшней сегодняшней экскурсии по НАВЕ будем заканчивать вам желаю всего хорошего до новых встреч пока пока Продолжение следует...